Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Азалия Самигульна. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотрите сегодня. КФУ и Сбербанк договорились о сотрудничестве. В Музей истории вручили дипломы кандидатов и докторов наук. Земле приближается самая яркая комета. 17 июля Казанский федеральный университет и отделение Банк Татарстан по Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве. О том, какие льготы получат абитуриенты, согласно договору, смотрите в следующем сюжете. Семнадцатого июля Казанский федеральный университет и отделение Банк Татарстан по Сбербанк заключили соглашение по образовательному кредиту с государственной поддержкой. Образовательный кредит – это государственная форма поддержки получения платного образования. Он выдается коммерческими банками. Благодаря соглашению между вузом и банком кредит станет доступнее для будущих студентов. Сегодня мы договорились с Казанским университетом о том, что и Казанский университет также будет субсидировать оставшуюся часть процентной ставки. То есть таким образом для будущего студента стоимость обучения существенно снизится за счет того, что фактически 2,3 процента ставки по этому кредиту берет на себя либо государство, либо федеральный университет. Теперь абитуриенты имеют возможность возмещения уплаченных процентов по образовательному кредиту. Также им предоставляется льготный период на весь срок обучения и дополнительно 3 месяца. Часть процентной ставки будет гасить университет. Эта часть, если точнее сказать, это 5 процентов. Университет берет эту нагрузку на себя и получается, что студент будет платить менее 3 процентов. Наша главная задача – дать дополнительные возможности получить высшее образование в стенах нашего университета. Пока это беспрецедентный случай, когда университет, еще раз повторяю, гасит 5 процентов стоимости кредита. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. В Музее истории Казанского федерального университета прошла торжественная церемония вручения дипломов кандидатов и докторов наук. Подробнее об этом далее. 17 июля в Музее истории Казанского федерального университета прошло торжественное вручение дипломов докторов и кандидатов наук. Ректор КФУ Ильшат Гафуров лично поздравил каждого ученого. Я получила сегодня диплом кандидата наук, а именно юридических наук, вот за свой долгий труд. Это была кандидатская диссертация по теме, связанной как раз с моей работой, связанной с антидопингом и международным правом. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. На границе Армении и Азербайджана уже несколько дней не прекращаются вооруженные конфликты. Стороны по очереди обмениваются ударами, в которых гибнут как военные, так и мирное население. О причинах конфликта в сюжете нашего корреспондента. Вот уже несколько дней весь мир получает сообщение о пограничных стычках между Арменией и Азербайджаном. Ситуация на северном участке армяно-азербайджанской границы обострилась 12 июля 2020 года. Однако начало конфликта тянется еще с февраля 1988 года. Суть спора – принадлежность Нагорного Карабаха, объявившего о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью, прилегающими к ней районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствует в которой Россия, США и Франция. В том, что, к сожалению, для двух этих государств распад Советского Союза, эти два государства встретили фактически состояние войны. То есть война в Нагорном Карабахе, и нормального выхода из этого состояния до сих пор нет. Сейчас трудно определить, кто из сторон первый нанес удар. Исторически сложилось так, что после распада СССР границы между двумя государствами до конца не были обозначены. Поэтому на протяжении 30 лет в горных районах ведутся стычки с применением оружия, в которых страдает мирное население. То есть отсутствие нормальной четкой демаркированной граниты, особенно, еще раз говорю, в горийских регионах, это является причиной перманентного противостояния двух этих государств. К слову, обе стороны конфликта в сообщениях СМИ обвиняют друг друга в нанесении первых ударов. На данный момент Армения говорит, что азербайджанские подразделения обстреляли приграничные села Айгипар и Мавсес. В свою очередь в Баку заявили, что из крупнокалиберного оружия и минометов были обстрелены села Агдам, Дандар, Гушу и Вахидли. По словам экспертов, пока не ясно, к каким событиям могут привести эти стычки. Россия предлагает решить конфликт мирным путем, сев за стол переговоров. Все-таки Армения и Азербайджан являются близкими соседями с нашей страной. Руководство было, руководство Российской Федерации, и министр иностранных дел Лавров, он сразу же, после того, как в Россию дошла информация о возникновении данного конфликта, он сразу же обратился к обеим воюющим, точнее, не воюющим, а противостоящим сторонам, и высказал настойчивое предложение в состоянии за стол переговоров, чтобы не допустить эскалации вот этого противостояния. Пока что стороны конфликта по очереди обмениваются ударами. Однако хочется верить, что в ближайшее время все это прекратится, и между соседними государствами воцарится мир. Лев Диденко, Универ, Ньюс. К Земле приближается яркое небесное тело, которое было открыто совсем недавно. О том, как не пропустить уникальное явление, и где его лучше наблюдать, смотрите в нашем следующем сюжете. К Земле приближается самая яркая комета за последние 7 лет. Ее можно будет наблюдать в течение недели. После чего 23 июля комета С-2020-F3 подлетит к Земле на минимальное расстояние – 103 миллиона километров. А затем ее видимость будет ухудшаться. 3 июля она прошла перигелий, это точка максимального движения к Солнцу. Расстояние до Солнца было чуть ближе, чем от Солнца до Меркурия. То есть, в общем-то, по космическим меркам не очень близко. Есть кометы, которые приближаются к Солнцу намного ближе, но и выжить у таких комет шансов намного меньше. В основном, комета перигелий благополучно пережила. И сейчас начинает удаляться от Солнца, но при этом еще какое-то время, до 23 июля, она будет уменьшать свое расстояние, свое удаление до Земли. И поэтому ее блеск сейчас остается практически постоянным. Небесное тело было открыто 27 марта этого года космическим инфракрасным телескопом «Нео-Вайз». В следующий раз комета вернется только через 7 тысяч лет. Уникальное явление можно наблюдать невооруженным глазом северо-западной части неба. И, конечно, делать это лучше на открытой местности. Например, за городом. Во всей красе комету можно увидеть с помощью бинокля, подзорной трубы или телескопа. Учитывая яркость кометы, все равно она очень хорошо видна, при условии, что открыт северный горизонт. Потому что она невысоко поднимается, не выше 10-15 градусов сейчас. И если ее наблюдать, то нужно, чтобы север был открыт. Ну вот такая интересная конфигурация ее на небе. Она добавляет, ну, можно сказать, интереса с точки зрения ее фотографирования. Потому что сейчас достаточно часто появляются серебристые облака. И она находится в поле серебристых облаков. Это, конечно, зрелище просто фантастическое. Если это удается запишите на камеру, то можно получить просто шикарные снимки. Диана Жилинкова, Универньюз. Середина июля побила температурные рекорды, установленные в 1979 году. Но, несмотря на это, в ближайшие дни в Татарстане наблюдается похолодание. Насколько задержится прохлада в Казани и вернется ли жара, узнаем в следующем сюжете. На прошлой неделе в Татарстане побиты температурные рекорды с 1979 года. В этом году высокая температура воздуха обусловлена юго-восточными ветрами с Урала и Казахстана. Поскольку Урал находится в жаре, в пекле, и южное, нижнее по Волжье, то ветры как раз были юго-восточные, они нам обеспечивают такую очень жаркую погоду. И вот сейчас у нас после прохождения холодного фронта немножко у нас послабление на несколько дней. По крайней мере, температура не будет заходить до 30 градусов. Сейчас Татарстан вступает в восточную периферию южного циклона. Поэтому уже через пару дней среднесуточная температура воздуха ожидается в пределах 20 градусов. В связи с тем, что вчера прошел холодный фронт, у нас температура несколько сейчас понизилась. И вот согласно прогнозам Гидрометцентра России, в пятницу, в субботу, в воскресенье и даже в понедельник она порядка 25-26 градусов. Стоит отметить, что температурный фон последней декады месяца будет не ниже климатической нормы. И в конце июля снова ожидается волна потепления. На этом на сегодня все. Не забывайте смотреть наши новости в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok